Эти кадры сняты в центре Санкт-Петербурга в конце мая. Мобильный армейский комбинат приглашает всех желающих заключить контракт с Вооружёнными Силами России. Создание региональных добробатов России наряду с активным набором частной военной кампании является одной из двух основных форм скрытой мобилизации населения. И сейчас это активно рекламируется. Вот что показывает в воскресный прайм-тайм на шоу Дмитрия Киселёва. Как правило, это зрелые мужчины. Они обращаются на горячую линию, телефоны вы видите внизу, и тут же принимают, быть может, самое важное решение своей жизни. Моя задача была поддержать добровольцев, укрепить их в сделанном выборе. Как сообщает Главное управление украинской разведки, Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово обеспечить по одному новому батальону добровольцев для участия в войне против Украины. Однако в РФ изменили тактику пополнения личного состава, чтобы избежать нежелательного объявления массовой мобилизации. Фиксируются случаи принуждения к подписанию контрактов в отношении местного населения на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Получен полный карт-бланш от властей Российской Федерации на отбор боевиков в колониях. Из сообщения официального телеграм-канала Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счёт местного населения. Подразделения, которые имеют прописку в престижных регионах, набирают жители из бедных областей или национальных окраин. Те, кто не хочет попасть на войну, делают всё возможное, чтобы не получить повестку. Некоторые даже решаются на иммиграцию. Мы боялись, что он объявит мобилизацию, и тогда всех молодых и немолодых призовут в армию. Совсем не хотелось идти воевать. Я снялся с учёта с военкомата, чтобы за мной не было никакого преследования. Это было совершенно спокойно. Я просто показал билет на самолёт, показал приглашение из Казахстана, поехал в аэропорт и улетел. Добробаты – это последний шанс избежать массовой мобилизации. Тем, кто согласился, обещают солидные выплаты – от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Это до 8 тысяч долларов по текущему курсу. За обучение добровольцам также обещают платить. При этом те, кто уже воюют на территории Украины, жалуются на то, что выплат нет до сих пор. Так, бойцы Чувашского батальона «Атал» написали письмо, которое опубликовал у себя в телеграм-канале блогер Юрий Шакеев. Военнослужащие потребовали от правительства выплатить обещанное, иначе треть батальона готова разорвать контракты, говорится в письме. Военным комиссарам было сказано, что на каждого бойца предусмотрено и будет перечислено на лицевой счёт каждого бойца 200 тысяч рублей и суточные за каждый день нахождения в пункте слаживания. Однако мы этих финансовых средств не видели до сих пор. Требуем эти обязательства выполнить. Из обращения солдат Чувашского батальона «Атал». Уже были случаи, когда военные из самых отдалённых уголков РФ признавались, что их батальон кинули на убой в Украину, а когда люди начинали возмущаться, лишали довольствия. По прибытию на территорию Луганской Республики, местное управление использовало личный состав не по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта. На данный момент мы вернулись на территорию Российской Федерации. Какой-либо помощи от руководства нет. Люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних её отдалениях, в том числе на Дальнем Востоке, Аркангельской области. Бойцов-добрабатов, которые сейчас формируют в России, будут использовать там, где не нужна качественная военная подготовка. По мнению военного эксперта, их, скорее всего, определят в пехоту и применят для обнаружения позиций противника, точнее, как пушечное мясо. Эта армия будет разбита, полностью будет разбита. Да, Украина на это потратит часть своего ресурса. Да, Украине будет и живо. Но вариантов выжить у этой армии, которую собирает сейчас Путин, выжить у этой армии шансов нет. Когда уже пойдут потери, серьёзные потери, то тогда они объявят более как бы открытую мобилизацию. Сейчас они делают скрытую мобилизацию, дали команду формировать вот такие вот батальоны, делать по-тихому. По-тихому втягивают Россию в войну, готовят людей к тому, что они будут воевать. И это первый этап так называемой скрытой мобилизации. Чем больше будет усугубляться экономический кризис в России в результате санкций, тем больше россиян будут готовы идти в добробаты за значительно меньше суммы. И зачастую это могут быть представители малых национальных групп. Что хочет сделать Путин? Он хочет втянуть разные народы Российской Федерации в войну против Украины. То есть он хочет, чтобы появился вот этот аспект. То есть там калмыки против Украины, буряты против Украины. Посеять вот эту рознь, ненависть между народами. Вот что он хочет сделать. Создавая такие национальные добробаты, российская власть фактически открывает второй фронт против своей же идеи русского мира, считает военный эксперт. Получив боевой опыт на украинском фронте, они могут использовать его против Кремля. Напомним, потери российской армии за полгода войны на территории Украины уже приближаются к 42 тысячам погибших. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.